Привет! Я заказал беспроводное зарядное устройство 3 в 1, на котором ты можешь зарядить свой гаджет, на котором ты можешь свои зарядить умные часы и, допустим, наушники. Нашел по вкуснейшей цене, давай с тобой распечатаем, посмотрим, и я уже тебе все подробнее расскажу. Погнали! Ну что, наша беспроводная док-станция пришла ко мне примерно за месяц. Стоила она на момент заказа 1168 рублей. Можно сказать, что это много. Хотя, а что много-то? Это совсем немного. Заряжать-то она может аж 3 устройства. Давайте распечатаем, посмотрим. Месяц я, как уже сказал, она где-то шла. Главное, чтобы это все дело было качественно. Заряжает она 3 гаджета одновременно, может заряжать. Это ваши наушники, ваш смартфон и ваши умные часы. Немножко помяты углы. Wireless charging написано у нас здесь. Ну, мы видим, собственно говоря, как это все будет выглядеть. Сейчас мы это проверим, как оно работает. Но давайте сначала, для начала погрузимся внутрь коробочки и посмотрим, что же у нас там внутри. Не скажу, что это все фирменно, не скажу, что все вкусненько. Вот все характеристики вы видите на экране. DC может 5 ватт, 3 ампера, 9 ватт, 3 ампера, 12 ватт, 5,5 ампер. Надеюсь, все это выглядит красиво. У нас в комплекте есть проводок Type-C проводок. Ну, обычный проводок. Не фирма, чувствуется. Он даже вот тут немножко где-то погрызен. Ну, слава богу, проводков у нас хватает. В белом цвете есть вообще такое, в белом и черном. Вот так вот это выглядит. Ну, ничего, вроде как будто бы на первый взгляд. Докстанция не выглядит дорого. Она не выглядит, как что-то фирменное. Она выглядит, как что-то простое. Наверное, технические отверстия, как правильно сказать, для охлаждения. Там я вижу внутри далеко проводки. Площадочка у нас для наушников. Здесь у нас, естественно, телефон. И здесь наши умные часы. Там резиночки. Да что вы, что вы, друзья мои. А настолько ли это важный элемент, чтобы его отдельно защитить пленочкой? Вы бы лучше пленкой закрыли поверхности, которые у вас, собственно говоря, зарядные поверхности. Ну, ничего. Не выглядит совсем как барахло. Просто она выглядит простенько. По материалам, по ощущениям материалов. Я вам не говорю, что это другое дело. Теперь стоит мертвое, и никакой котик ваш или какие-то домашние не смогут это легко так сбить. Так, это надо все как-то сейчас аккуратненько снять. Все, пойдем. Вот и пошло, пошло. Меня смущает немножко, что нет вообще никаких, никакой инструкции вообще. И еще клей вот так вот клеили на коробку. Это меня не сильно смущает, но просто вот оно вот так выглядит очень странно. Мне лень было тянуть розетку. Я просто возьму свой новенький, большой, большого объема пауэрбанк и проверю на нем. Должно же оно работать. Даже попробую через пауэр-деливери подключиться. Это у нас нужен нам проводок для этого. Type-C, Type-C. Пауэрбанк. Все, пошла зарядка. Телефон очень устойчиво стоит. За счет, наверное, вот этой хорошей прорезиненной подставки. Очень удобно и хорошо стоит. Давайте дальше посмотрим. Давайте проверим наши часы. О, магнит. Работает классно. Они примагничаются. Баунс. Зарядка есть. Давайте проверим наши... Наши... Давайте проверим наш... Тынь... Вы слышали, да? Если не слышали, как бы мне повернуть? Вы видите, все гаджеты наши заряжаются одновременно. Не знаю, с чем это связано, но у меня вот так вот происходит почему-то часы и телефон. В общем, что я вижу? Зарядка идет, заряд идет. Вот. И да, уже один процентик на телефон пришел, заряда. Все, это работает. Тогда это кайф. Потрясающе. Вот такая. Она, причем, достаточно компактная. Да, может, выглядит как-то недорого. Когда на ней гаджет, она уже не выглядит недорого. Вы просто ее не видите. Все свободные места здесь заняты именно под заряд. Баунс. Самсунг тоже заряжается. Ну что, как тебе зарядное устройство? По мне, так более чем классное. 1168 рублей. А доставка? Да нормально, средняя доставка. Я думаю, что, знаете, сначала я сказал, что оно как будто бы какое-то не очень. Но когда оно попало на полку, в принципе, выглядит очень даже гармонично, негромоздко и в быту нормально. Телефон стоит устойчиво, причем я и Samsung заряжаю свой вообще с удовольствием. Да, не быстро, но если мне не надо, то на ночь закинул вообще кайф. Оставляю на него тогда ссылку в описании, если не оставил, попроси меня. Вроде все рассказал. Если у тебя есть вопросы, спроси меня в комментариях. На сегодня все. Рад был всех видеть. Спасибо, если подписались на канал. И спасибо за просмотр. Все, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!